вчера немножко подсобрал бак поставил шланги трубки вот такую штуку и сделаю защиту выхлопную систему дырочки приковыряла хомутиками там внизу хомут уже поставил сейчас вот здесь еще хомутиком соединюсь такой тепловой экран но больше никак не сделаешь это был тепловой экран так машина легковой от глушителя вот потихоньку собираю ну вчера короче упал в яму туда вовнутри вниз каким-то образом я не знаю не помню споткнулся ли шоу лиху я знает что может вот так вот как-то так как-то не помню короче туда лечу нога проваливается вот тут между ступенек левая правая здесь короче бьюсь ногой здесь мышцу переворачиваюсь лечу потом вниз вместе с этим с лестницей короче упал там лежу думаю блин хрен знает думаю чего как вроде вставать вроде нога не ну есть целая короче кое-как там чё-то кое-как и короче полежал там пару минут вставать ну стану стал вроде лестницу поднял поставил вылез оттуда короче вроде нога болит конечно не сломал ничего повезло не знаю это лестница еще полетела вниз туда проскользила вот так вот искренне проще пи пи сец на холодец вот такие вот дела как и не знаю помню что вот так вот как-то у якобы полетел блять не знаю может так вот на газ нога у меня слетела яма там метр семь с по моему меня для метр шестьдесят четыре чуть такое там мышь дохлой смотрите лежит сейчас только увидел не знаю как раз туда как-то как-то и упал вот я лежал вот здесь вот вот чистое пятно на мышь лежал походу я даже не видел эту мышь сейчас смотрю ничего это мышь бы как-то яму блять упала на хуй будет это не может никак нафигеть короче полет шмеля короче вчера был на этот ремни заказал ремни почему-то разные длины оказались хотя размер одинаковый то есть вытянулся один что ли лечо ахэзы короче ничего пока не собираю потому что нет ремней заказал ремни здесь пропилил машинкой уши чтоб сместить видите насколько сместил то есть отсюда сюда чтобы более-менее они ровно были параллельно ремню двигатель не отсюда крыльчатку ставить не буду потому что ну тут расстояние вообще никакого нету на чем это крыльчатка охлаждения мне резец подправить меня он даже не успеет нагреться двигатель то есть тут такие дети кулибина мотор не отсюда знаете такую хуйню продают откуда по незнанию ты же не знаешь какой должен стоять здесь мотор в жизни никогда не знаю какие-то мотора должны стоять так что такая вот фишка жду ремни ремни по 170 рублей по 180 но будут ехать 4 5 7 дней были по двести два дня я думала потом закажу в итоге теперь 7 дней ждать эти ремни б б б 1500 и кого знает посмотрим что придет по 400 с чем-то рублей быстро там два дня но и я думаю мне нет смысла никуда торопиться ней по 170 рублей подойдет через неделю соберем посмотрим что будет с новыми двумя ремнями как натяжка будет происходить непонятно то может там шкивы и шкив со шкивами какая-то проблема но я брал два ремня в руках вроде как вроде не одинаковой длины ставлю нами на на ручьи нифига местами меняю все изменяется значит по идее ремни изношены по-разному и по-разному проваливаются в шкивы и такая вот хрень короче как-то блять так это произошло не знаю или я всю дошел блять споткнулся олень туда упал либо хуй знает не знаю как не поломал то есть вот так вот вау туда вниз блять и как-то блять это лестница еще туда поехал на меня упал этом перевернулся тут табуретку еще переверну короче пипи сесть тут такой нормальная такая тема короче была сапа собирал это все поставил площадку замучиться конечно болты в потай под низ там руки совать ну закрутил кое-как джойстик отрегулировал шайба которая давит на золотники в ней пятнышки были уже выработка от золотников сейчас покажу вот это вот вот это вот не есть снизу ямки были и открутил был люфт вот так вот берешь так тык-тык-тык был люфт разобрал машинкой шлифанул убрал там эти ямы и сейчас все четко вот можно немножко также и раскрутил чуть-чуть провернул и эти ямки сместились можно так еще сделать сместить с этих ямок все то есть такая вот система ниппель надо будет во владик позвонить чтобы сюда еще золотники пришли то они принципе сейчас не текут а вот холодно было не текли ну что там они по 800 рублей были по моему не знаю почему сейчас будут то есть комплект закажу сюда можно принципе на алиэкспресс заказать номер у меня вроде остался этих золотников но черт знает что там придет для такие не такие ну по моему алиэкспресс чуть-чуть подешевле мне кажется так они 800 стоят за штуку по моим 800 заставка сладика еще бабла стоит алиэкспресс сюда придет видите заставка включена будет ладно посмотрим где-то мне коробка валялась от них там вот надо ее найти сейчас и попробовать самому заказать что будет ну вроде процесс идет звонил себе мужик такой здравствуйте не знаю где номер мой взял мне типа она септик поставить в июне я грудь так в чем из горюнь даю ничего дожить надо говорю вот и мне в июне надо будет поставить сколько стоит я будем болен сколько стоит не знаю сколько стоит сейчас город на цена в июне может быть другая цена до июня еще целые полтора месяца я город для начала груз скажите где юркина и 30 километров от города и гуну так игру например не поеду и кто-то поедет кто-то не поедет тем более до июня ну что в июне будет неизвестно я не знаю чем в июне будет какая цена будет в июне он сейчас пробивает чтобы в июне ему копали как с ки с кем ты договоришься договоришься с каким-то он скажет потом раз поставит трактор на этот на объект куда-то на хер ему твоя юркина нужно стоит септик блин люди конечно писец удивляют меня своей какой-то простой непонятной в июне говорит ну чё остались полы отрегулировать давление чё-то еще поиграться и принципе полы хочу сиденье сюда поставить это две подвижная в этом дом спецбур канал на ю тубе да не как экскаватора делу это волгодонис называется погрузчики они делают блин у них есть и сиденье где купить мы оптом берем типа я вот а где бля как его искать то типа подпружиненное сидение чё-то ла-ла-ла я искал пока ничего найти не могу толковая мне надо низкая же понимает уже секрет чтобы под это низкая была сама система чтобы сидеть нормально они как на втором этаже ноги вытянувшие свесившие потому что на этом сиденье на жестком блин вообще позвоночник трясет мне не нравится надо подвижное сиденье пока вот так вот как-то дела идут надо эту еще выклеить новую штукенцию склеить смолы купить и выклеить эту хиромантию потихоньку идет сбор когда кож хочу сделать планировочный только это чтобы он менял угол наклона то есть что вот эти штуки нет трафареты я сделал но вот этих вот быстросъема отвести на плазму чтобы их сделаны нарезали пару штук сделать и вот их на ковш сюда на другой фигачить можно сделать колы крыхлитель один да и этот ну как бы и на планировочный самому не охота резать обтачивать не можно конечно ну блять проще заплатить деньги и на плазме это вырезать более менее аккуратно а самому дело тут ну как ровно пилить вот этот вот ну тоже не так это все легко сделать уже здесь ровно и не сделать ну вот ведь выемку все равно делать все делать надо времени на все же нету и самому заниматься долго все лучше отдать деньги пускай люди сделают нафиг и все а я уж там до конца доделаю главное получить полуфабрикат чтобы был все остальное херня делается вот такие процессы потихонечку движемся вперед но мне стать уже звонили люди говорят покопать дренаж я думаю что по фигуру на вряд ли он будет копать игру так и холодно еще копать я вы ящик ну не не собранный а сколько-то бы собирать я говорю ну еще наверно дня три-четыре может неделю то есть какой-то уже интерес есть какой-то сам он не возьмет он грунт промерзший gcb не берет как этот то возьмет дунущи нереально хрен его знает очень меня сомнениях терзает что он что-то сможет по моему это вообще паранойя короче вот эта секция передняя часть распределителя она вот этот насоса двойного от маленькой секции она у нас рукоять гусеница гусеница так ковш ковш стрела от нее вот он весь клапан 260 можно сделать 260 можно сделать 260 можно сделать сейчас 180 почти 200 это по меткам не у меня было вот так по меткам было 90 190 190 190 190 бар бар можно запись козу 160 поднять такой смысл да но его глушит так мы сделаем под может 220 200 200 ну-ка сколько максимум сколько 300 300 и двигатель 200 и двигатель длохнет видели 300 можно поднять вот так было я думаю может 200 сделать почти 200 почти 200 почти 200 так сейчас 2 секция насоса ну 2 2 2 часть насоса рукоять тоже на этом 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 9 12 14 15 15 14 14 15 15 15 15 15 15 20 15 15 15 16 15 15 Можно чуть-чуть добавить Я опускал до 120, до 160 Один HR-блок, если две операции Ну вот, типа, вот так вот И вот так вот Видите? То есть, два насоса Один Второй И всё Опускал, ничего какой роли нету Короче Как-то надо будет Аккуратно копать всё это дело Сейчас шестигранник поставлю туда Можно поднять до 200 Тоже, но это Опасно для этого насоса Миша Крановой сказал, что Опасно Ну, 180, даже много Для него, для этого насоса Сейчас что-нибудь придумаем Тут Главное, сейчас не текут золотники В тепле Блин, оттекли же Когда было прохладно Что мне делать сегодня С этим трактором? Что делать сегодня? Скажи мне Что мне делать с этим гидравликой? Скажи мне Ну, вот такая ситуация Опускал, ничего не влияет Поэтому я не вижу смысла Опускать ему давление Ну, какой смысл? Допущу я до 150 Ничего не меняется Вообще ничего не меняется То есть Он все равно глохнет Поэтому, ну, бля Нет смысла Либо оставить как было Либо можно даже еще Увеличить давление То есть Как бы вот так вот Миха Крановой сказал, что Ничего тут не наебать Никак систему Типа Тока убавлять давление Вот это Клапанами С насосом Которые я сейчас кручу Либо, говорит Двигатель впритык По-доброму Тока-тока Но я думаю Склоняюсь ко второму варианту Что двигатель Не способен провернуть Своей мощностью Тремя цилиндрами Сколько там Лошадей смешных Они не могут провернуть Бля Два насоса Грубо говоря Четыреста бар Попробуй проверни Этим двигателем Блять 0 950 кубиков Или 990 Сколько он кубов Он не может провернуть Блять Ладно, короче Оставим такие давления Сейчас еще До 200 сделаю На втором Второй части насоса И Пусть будет так